Добрый день! Приветствую вас на своем канале. Фильмы Леонида Гайдая показывают по телевидению довольно часто, и можно с уверенностью сказать, что молодое поколение хорошо знает эти фильмы, не говоря уже про старшее и среднее поколение. Звездным фильмом Гайдая, то есть фильмом, принесшим ему широкую известность, стал Пес Барбос и Необычный Кросс. Пес Барбос и Необычный Кросс – советская короткометражная комедия, снятая в 1961 году по стихотворному филеетону украинского поэта-юмориста Степана Олейника на киностудии Мосфильм режиссером Леонидом Гайдаем. Знаменитую короткометражку молодой режиссер Леонид Гайдай снял после двух провалов. За сатирическую комедию «Жених с того света» его отстранили от съемок, на два года, а фильм о комсомольцах «Трижды воскресший» остался незамеченным. Расстроенный режиссер уехал в Иркутск к родителям, чтобы спокойно решить, что делать дальше. Разбирая на чердаке старые газеты, он наткнулся на филеетон Степана Олейника «Браконьеры», начинавшийся словами «Через пойму, через дол, там, где верб зеленых своды, двух Никол Гаврила вел, шли в поход враги природы». Гайдар решил, что из истории о трех браконьерах и одной умной собаке получится небольшой забавный фильм. Похожий сюжет режиссер уже встречал в рассказе австралийского писателя Генри Лоусона «Заряженный пес», но «Браконьеры» были смешнее и ближе. Первым делом режиссер придумал характеры и прозвища главным героям – «Трус», «Балбес» и «Бывалый», а потом начал искать актеров под получившиеся портреты. На роль сентиментального ипохондрика «Труса» беспрок был утвержден Георгий Витцин. Гайдай уже работал с актером на картине «Жених с того света». На роль балбеса пробовался Сергей Филиппов, который нравился худсовету, но был сильно занят и сниматься не смог. Обратить внимание на клоуна из «Цирка на цветном бульваре» Леониду Гайдаю посоветовал Витцин. Заинтригованный словами «он напоминает глисту» режиссер вызвал клоуна на пробы и утвердил Юрия Никулина с первого взгляда. Бывалым могли бы стать актеры Иван Любезнов, Михаил Жаров и Михаил Пуговкин, но никого не утвердили. Тогда руководитель Мосфильма посоветовал попробовать на эту роль малоизвестного, но фактурного актера Евгения Маргунова. На роль Барбоса нужна была собака с киноопытом. У одного из дрессировщиков нашли цирковую дворнягу Бреха. У него уже было несколько ролей, правда, еще не одной главной. Работать на съемочной площадке с ним оказалось непросто. Цирковой пес оказался своенравным актером и делал не то, что от него требовали режиссер и хозяин. Почти каждая сцена требовала дублей, а только погоню с динамитом в зубах снимали, казалось, бесконечно. Брех то бросал динамит на половине пути, то убегал в другую сторону, то вдруг останавливался, обнюхивал кусты и задирал лапу. На съемочной площадке периодически вспыхивали конфликты. Первый случился у Бреха и Евгения Маргунова. Актеру надоело, что из-за какой-то собаки их гоняют почем зря, и он начал кричать на пса. Брех рычал и огрызался в ответ. Маргунов пообещал его придушить после съемок. Брех на следующем же дубле вцепился актеру в ногу. Второй конфликт был между Евгением Маргуновым и режиссером. В сцене погони хилый трус должен был обогнать балбеса и бывалого. Гайдай считал, что это усилит комический эффект. Маргунов решил, что режиссер выделяет своего любимчика и специально бегал быстрее всех. Когда его все-таки удалось уговорить уступить, он начал третировать Витсена, высмеивая его героя. Одна из шуток Маргунова над Витсеном получилась действительно забавной. Однажды в перерыве между съемками оборванный и перемазанный сажей трус высоким голосом напевал Арию Ленского «Куда-куда, куда вы удалились». Чем привлек внимание проходящих мимо людей? Они спросили, что это за певец и получили от Маргунова ответ, что это легендарный Иван Козловский, у которого сегодня сгорела дача, и он от этого тронулся умом. Вот сидят, ждут машину скорой помощи. Снимали действительно недалеко от дачи оперного певца. Материала было снято на полчаса, но надо было уложиться в 10 минут хронометража. Поэтому фильм нещадно резали. Благосклонно настроенный худсовет в дело вмешивался минимально. По его просьбе убрали эпизод, когда троица пробегала через шалаш, и трус забегал в брюках, а выскакивал без них. Троица оглядывалась назад, а за ними из шалаша выходил медведь с брюками в лапах. Гайдай хотел снять настоящего медведя, но директор картины рисковать не разрешил. Тогда Юрий Никулин привез из цирка медвежью шкуру, в которую влез сам режиссер. Худсовету показалось слишком ненатуральным эта сцена, и ее убрали. А вот выбегающий в одних трусах Витцин остался. Часть вырезанного материала пошла в следующую историю о троице – самогонщике. Впервые фильм был показан, как одна из новелл сатирического альманаха «Совершенно серьезно», и короткометражка имела небывалый успех. Чуть позже фильм вышел на широкий экран, и его закупили к показу около ста стран мира. Пес Барбос и Необычный Кросс участвовал в международных фестивалях, получил диплом кинофестиваля в Сан-Франциско и особый приз от Лондонского кинематографического общества. В 1961 году он номинировался на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля как лучший короткометражный фильм. Популярность труса, балбеса и бывалого приобрела всесоюзные масштабы. Настолько ярких и обаятельных, отрицательных персонажей на экране еще не было. Кто-то может мне сказать, ну вот начитался каких-то книг по истории киноискусства, и теперь впаривает нам тут на ютубе. Не буду отрицать, естественно, что участником тех событий я не был, да и быть не мог. Все это из книг и интернета. А кому не нравится, смотреть и слушать меня никто не заставляет. А кому нравится, подписывайтесь на мой канал, смотрите предыдущие и следующие выпуски. До свидания. Мир вашему дому. До встречи.